Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отчет за прошедший день. Сегодня у нас 6 февраля. Номер 56. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы 05.02.2016 года. Эпиграф к этой теме ежедневной. Кругом измена, трусость и обман. Это известная фраза последнего российского императора Николая II. Записано им в своем дневнике 2 марта 1917 года. В день отречения от престола. Я говорю, это печать клеймо на всем. На государстве, на русских людях, на церкви особенно. На патриархии. Это сплошь и рядом, везде. Это от сергианства, от митрополита Сергия. В мировой истории не было, что церковь отказалась от своей славы. А какая слава? Мученики. Все, кто был в лагере, власть сказала, объявите врагами народа. Всех до одного епископа объявили в один день. Такой шаг не сделал даже самый лютый враг. А за чего? Структуру церковную сохранить. Структуру им, структуру. Верят они в Бога, в структуру. Митрополиты, награды и прочее. Это мишура, дым. Структура одна должна быть. Я и Христос, мы двое. Никаких прокладок. И быть в церкви. А церковь там, где законы епископата, а не предатели КГБшники. Ну и дальше я всегда обращаюсь, что я ни в ВКонтакте, нигде не бываю. Считайте, что я тут показываю. Вот. Чтобы оттуда переходили прямо на наш форум. Прямо. И на объявление вот такое, чтобы помогли ролики перебрать. Потому что краткого содержания нет на них. И выставить по минутам, по секундам, как есть. Вот так. Ну, вчера я вот еще прочитал. О здоровье. Чеснок в рот. В рот. Лук в нос. Мед на грудь. Огорчиться к пяткам. Крапиву на поясницу. Ограненный стакан водки пополам с красным перцем для внутреннего воздействия. Всех микробов перетравим. Если доживешь до утра, будешь как новенький. Это вопрос такой. Дальше. Юрий Соболев. Вот смотрите, как везде я выставляю. Это принято во всех книгах у меня. Слово Божие. Это жирным, курсивом. И как друг от друга отделяется все это. Ну и прочее. Да, тут еще и красным. Считаем. Юрий Соболев. Псалом 148 стих 5. Пусть наказывает меня праведник. Это милость. Пусть облегчает меня. Это лучший елей, который не повредит голове моей. Да. Дальше. Если по совести они на заказ сфабрикованы, доклад о вас, Игнатии Тихоновича, должен был бы начинаться вот этим эпиграфом. Вот понятно, уже люди говорят как. Это не человек, который писать не умеет. Он писать умеет. Преподает много лет в государственном университете, в академии. Ведет категория, ведет категория, в академии курсы. Красноярский край, епархия. Хорошие, доброжелательные всегда ваши беседы с Сергеем Ильиным. Много интересного, познавательного. Спаси Христос. Как подмещает. Часто, так или иначе, сталкиваешься с протестантским пониманием христианства. Или православным, розовым христианством, в кавычках, Леонтьев. Бог, любовь, прощение, милость, доброта. Только все. Я люблю, наши бабушки такие затюканные, столько они пережили. Поэтому я люблю, любвистый батюшки. А куда эта любовь? В ад. Запомните, в ад. Осипов на помощь вам. Никакой вечной муки нету. Да святые отцы так понимали, где как понимали. Ян Затаус говорит, это дьявол говорит. Бог говорит ад, угрожая, чтобы не попал. А Сатана говорит, нет ада, чтобы затолкать в ад, чтобы ты не остерегался. У меня вчера тут разговор был с одним. Сейчас сорок. И за час сорок, который он говорил, я говорил, ну, от силы две минуты только. И вы видите, когда я молчу, какой результат? Когда говорю. Сейчас сорок. Выставлять, не выставлять, еще не знаю. Это говорит человек, который с 74-го года мы близкие с ним. Ну, 30 лет даже с лишним. 30 лет. И он, Осипов, никого больше не признает. Ему 80 лет. Богатырь настоящий. И что? Осипов. Никого больше нету, только Осипов. А почему? А, да-то нет. Бог любит меня. Осипов дает мне надежду. А сам 80 лет продолжает курить. Уже 64 года, говорит, я курю. Подножает пить, материться. Ну, и все, что может остальное. Это как? Осипов-то что делает-то? Да, Осипов-то сегодня нужно немедленно отлучать от церкви. Это только развратитель самый страшный может делать. Бред и в галстуке, хороший, много знает. А куда эти знания привели его? Нет уменьшенного мучения. Это ад. Открытый ад. Почему монахи там начали книги его сжигать и проще? Ну, а вы же говорили, что вечные муки, они не имеют оправдания. Одно дело говорить. То есть я не понимаю этого, я и говорю. Но я здесь поведаю, как есть. Пойдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Один стих. Матфея 25 глава. И так дальше. Розовое христианство придумали какое. Сегодня встретил, точно сказано, на мой взгляд, на вопрос о том, как примирить страх Божий с христианским пониманием Бога. Бубер отвечает, тот, кто начинает с любви и не испытал сначала страха, любит кумира, которого сотворил себе сам, и которого легко полюбить, но не действительного Бога, первоначально страшного и непостижимого. То есть в патриархии сегодня священники проповедуют идола, кумира. Они любят всех, и пяти мини какой нету, и народ так и страдался, а то другое. Злодействует, злодейский, злодейский, пророк Исаия говорит. Слава праведному. То есть славу поют, а сами злодействуют и злодействуют. Нет такого Бога. Начало мудрости, начало. Страх Господень. Венец мудрости, страх Господень. Игнатий Бричинов говорит, если ты не испытал страха, говоришь, что любви начни сначала. Ничего еще не было у тебя. Это чисто сектантское сегодня. Бог любит, Бог любит, Бог любит. Да, любит. Иоанн Затон говорит, но имя какое? Любовь. А кто мир потопил с младенцами, со всеми? А кто сжег окрестные города Содома и Гоморру? Кто? Кто избранный народ развеял, как будто ком сухой пыли, раздавел и разметал по всему миру и не могут собраться по сей день? Кто? Бог, любовь и Егова. Значит, любовь Божия – это не потворствование. И Павел говорит, если такой отец, который не наказывает сына, а если не наказывает, это незаконные дети, сурозы, байбаки. И далее. Если же впоследствии человек, как Иов или Иван Карамал, замечает, что Бог страшно непостижим, он ужасается и отчаивается, если только Бог над ним не сжалится, как над Иовом, и не приведет его к любви к себе. Кавычки закрыты. Вот оно как. Тут, ну это и думайте, тут уже все сказано. Дальше. Юлия, здравствуйте, Игнат Тихонович. У меня вопрос о десятине. Я домохозяйка, денег не зарабатываю, то есть доходы финансово не имею. Моя работа – это обеспечение едой, чистотой и вниманием моей семьи и другой работой по хозяйству. Как мне быть? Ведь десятую часть моего дохода я должна давать в церковь, в которую я хожу. Конечно, у меня есть накорманные расходы, наличные нужды, но это не заработок, а поощрение за мои труды и на благо семьи. Когда я подумаю о том, сколько я должна дать десятина за годы, в которые я ходила в церковь и не отдавала ничего, мне становится нехорошо. Что мне делать? Это является грехом или воровством? И царствие небесное лишаясь этим? Ну, воры в царстве Божьем не будет. Везде написано об этом. Только бы не пострадал, как вор, или Петр перечисляет где-то. Нехорошо. Пенсия есть? Вот в пенсии десятую часть отдай. Так это пенсия, пенсия – это труды. Это за труды. Десятина нам не принадлежит. Вдова положила все пропитание свое. Продавали имение, к ногам апостола положили. Десять десятин ложили. Вот и все. Это грех и воровство, и называется святотатство. Римлянам 2.22. Где нет десятины, там торговля. Это за подмена произошла. Десятина святая от Бога. А торговля – это то, что разрушает тишину и порядок. И в церкви уже нету. А есть вертеп разбойников с главным паханом в Ризе. Вертеп разбойников. Ну а кто главный-то? Чего вы удивляетесь, что я говорю? Это скотомогильник. Это собрались воры. Крешует их кто-то, какой-то епископ или кто-то. Десятину – что с бабки возьмешь-то? А торговля, освящение – за все берут деньги. О, это что-то. У нас и машина освящает, и все. Ну, ни копейки, нигде, ни десятина. Да, община – это малюсенькая, община. Даже десять человек уже священника прокормят. Десять. Все, да еще если у него хозяйство свое. Вот за рубежом, я знаю, у них больше половины священников. Они, бывает, работают на государственной работе и на церковной. Вот Александр Миллиант, где сотрудник НАСА, космической программы, который был. Потом стал аргентинский епископ Александр Миллиант. Дальше. Анатолий Меншиков. Игнатий Тихонович, сейчас просматриваю этот ролик прояснения к рождественским чтениям о нас в Москве. 03.02.2016 года. Записываю мысли в связи с этим. Хорошо, что благодаря Никите есть печатная версия выступления некой Анны Владимировны. Ее почему-то толком не представили. Может быть, представление было прежде, чем отрывок записи. Если не обременю вас с Никитой дополнительно, отправляю то, что получится. Ну, вот он говорит, что получится. На данный момент могу сказать, что согласен с высказыванием Михаила Кальмаева о том, что Игла очень опасен, потому что он внутри системы организации. Надо вывести его за рамки. Только не понимая это их внутренней логики, потому что если опасен Игла, то тогда опасна Святая Библия. Каноны, апостольские правила, предание святых отцов, Иоанн Златоуст, Ирине Леонский, Игнатий Брянчанинов и прочее. На что опирается Игнатий Тихонович, облегчая то, что происходит в церковной структуре сегодня? А я повторяю, пираты захватили корабль. Вот выражение какое. Что в церковной среде делается? Правила вообще не знают. Вселенских соборов никаких не признают, вообще не признают. Единственное, что епископ смотрит, чтобы у него где-то кто-то в епархию не залез. Все, вот что исполняется. 413 правил из 719 каждый день нарушается, целенаправленно, умышленно. А 120 вообще выкинули, как будто нет и даже не печатают книги правил. Они зачитывают отрывки из речи Игнатия Тихоновича Лапкина и сами себя обличают. Это та критика, которую нужно принять во внимание, а не трубить о том, что мы нашли человека, который говорит о нас плохо. И заявляя это, мы провозглашаем, что он лжет. Вот Ахав, синдром Ахава. Говорит, а есть ли еще правок какой-то с ясопатом решили пройти на раму в Галатске? Все говорят, победа будет, Русь святая, Украина святая, победа будет, разгромим Турцию, НАТО под нами будет лежать. Все одинаково говорят, ну только слушайте, что они говорят. Инострадамус, Иванг, все говорят, Россия будет во главе всего мира. И что-то у царя неспокойная душа. А может еще кто есть? Есть один, да я не люблю его, он обо мне хорошо не говорит. Вот что такое, хорошо не говорит. Почему не сказал, не говорит правды? Посыльный, ну и партийальный секретарь побежал туда. Михей, сын Емвлаевич, так назвать в русский. Ну ты скажи, как все, ну понимаете, такое торжество, праздник, войска трубят, собираются. Ну полная победа. Скажу, что скажет мой Бог Егова. И не словечко более. У меня есть написано стихотворение, на это и поется. Что скажет Бог, то изреку и я. Вот только это. И что? Пришел, стал говорить. Ну сказал бы, победы не будет. А он не так отвечает. Он говорит, видел я овец Израиля, рассеянных по горам, и никто их не спасает. Но тогда-то патронировал симфонию церкви государства, добились. Везде без благословения царя Николая или другого ни слова, нигде. И царь сразу встрепенулся. Ну, я же говорил, обо мне никогда не говорит хорошо. Почему? Потому что он отвечает за овец, а никто ими не заботится. Вот попробуй, скажи сейчас о патриархе, о президенте. Овцы-то рассеялись, добычи всяких сект, всякого извращения, абортов. Какая это церковь-то? На букву Б называется «женщины, которые нажили в эту ребенка одна». О чем Степаненко сказал мгновенно, Смелеева и его метрополит, кто там их, Ростислав или кто, убрал сразу Томской епархии. Сразу же, почему на поводу у власти идут? Он встал намертво, никогда не отдам правду сказал. Ни одна прелюбодейка не войдет в царствие небесное. Они не каются, они хвалятся, дети у них родились. Они на разных курсах везде, с математическим, английским уклоном получают премию. А он прямо говорит «Б» и другого нет. Это в церкви наполнено «Б». Все, я уж не говорю, чтобы не привязываться к словам. Хотя слово-то литературное. С мягким знаком на конце. Слушай этот ролик и в себе восклицаем. Так именно это Игнатий Тихонович Лапкин и хочет донести до народа. До народа, да. Игнатий Тихонович, может быть, то, что эти слова оглашены на рождественских чтениях, и означает, что вы где-то маленько достучались до сердец еще большего количества людей. Видите, как понимают. Раз они так восстали, это значит достучались. 15 докладов, 13 непонятно о чем, а 2 посвященные конкретным лиществам. Мне и Масленник, если его упрекают в каких-то искажениях, у меня ничего нет. Просто одной злобой пышет, и нигде ничего нет. У Дворкина и прочее. Это все Мишура, Микина, Плева называется. Все это будет развеяно. Я вам это говорил не потому, что хочу выделиться или что-то. Нет. Враги вокруг меня просто толпой, я их называю, которые нападают. Кодло патриархийное, то есть свора бешеных собак. Кидаются, кусают, рвут, лапковщина и прочее. Уважаемый Игнатий Тихонович. Это вот один пишет, я не решился его имя выставлять. Вижу, что ему может неприятно будет. Лично у меня ничего нету, повторяю. Письма я выставляю. Вы доверили почте, и я говорю. Так что не пишите, кто хочет, чтобы их письма были неизвестны. Мне не надо вашей тайны. Потому что если я озвучу, а вас другие люди помолятся. Я сделал так. Я как-то писал вам, я из Казахстана, мне 35 лет. У меня такая проблема. Женать я уже 4 года, детей нет. В 2012 году у меня выявили простатит. Прямо перед свадьбой. 4 года лечения ничего не дали. Я уже измучен постоянными капельницами. В год по 4 курса. Уже вены пропали. С меня и жены врачи высосали много денег на лечение. Обманывали нас, придумывая разные болезни, которые анализами не подтверждались. Не подтверждались. Ну было все, истощило все имение. Говорят, и ничего нет пользы. Что, ко Христу придите. На все, на это детей нету. Смотреть нужно во свете Библии. Во свете Библии надо смотреть. Детей нет, я хочу детей. Ну и что? Я расскажу сейчас вам страшные истории про это дело. В общем, я уже отчаялся. Но верю в Господа Бога и благодарю Нему. Так как через эту болезнь Он привел меня ко спасению. Ну непонятно, где он? В православной церкви находится или где? Я в 2012 году начал читать Библию и покаялся. Читай до сегодняшнего дня почти каждый день. Значит, читает Библию и покаялся. Православным это не свойственно. Это тот, как говорит. Даже вот эти слова. Но это единственный путь покаяния. Но если эти слова есть, это не православное. А как? Ходить стал в храм чаще исповедоваться, чаще причащаться. Все. Ни одного евангельского слова нет. Вот эти слова. Ну, правильные слова. Но я заранее говорю. Я не знаю его. Но это не православный может так говорить. Дальше. Уже порой отчаиваюсь от безысходности. Вера иногда слабеет. Но вспоминаю и его многострадального и исход евреев, ропщущих на Господа. И не даю себе расслабляться. В прошлом году я, исходя из Библии, обратился к баптистам к пресвитерам. Два пресвитера помолились надо мной, но исцеление не допоследовало. Хотя вера во мне сильная. Видите как, что его многострадального поминают в прошлом году. У православных этого нет. Она к батюшке по монастырям поедет, будет молиться, найти надо старца. То есть абсолютно не евангельский путь. И у него правильный евангельский путь. Но это пресвитера, то они и пресвитера. Потому что баптисты подкуда они возьмутся? Нету епископата от апостольских времен. Это лже пресвитера. А они по жизни своей намного праведнее, лучше. Так а почему лучше тогда православных попу? А они очищены через слово, которое проповедует. Там Библия. И дальше. Я понимаю, что я грешник и признаю это, я раскаиваюсь. Надеюсь, Господь милостивый однажды простит меня. Ну почему? Вот женщина не может рожать. Почему? Вот начинает, детей нету, лещится, детей нету. Я говорю, ко мне пришла. Прямо знает, пришла. Я знаю, вы говорите вот так. И Бог вас слышит. Я слышала вот там. Ну хорошо. Скажи, аборты делала? Аборты делала. Ну а что дальше спрашиваешь-то? Ты все перерубила себе. Тех ты уже не вернешь. Твой убитый. А тебе больше отказывать. Я, наверное, думал, написано родить только одного. Такая пять абортов сделала. Ну вот и все. Что я тебе могу сказать? Но Бог может сделать, но, знаете, не нужно тебе. Потому что те нерожденные будут мстить. Эти дети будут злые, которые будут расти. И дальше. В нем вы говорили, что вы молились за определен... А, нет. Недавно смотрел ваше видео. Германия. Евреи об исцелении и поиске истины. 24. 05. 2016 года. В нем вы говорили, что вы молились за определенных людей об их исцелении. Я прошу вас, если не составит для вас труда, помолитесь, пожалуйста, о моем исцелении и о том, чтобы Господь дал мне детей. То есть, определенно, об исцелении и дал детей. А я об этом как раз не молюсь. Говорю, как тебе, Господи, угодно. Да будет воля твоя. Я воли Божией прошу. Там у меня молитва какая? Вот сейчас маленький ребенок родился. Вчера мне уже два раза звонила из Новосибирска. Это Елена, которая была. Сделали операцию у ребенка и успешно. У нее грудная клетка, все раскрыто, там какой-то клапан. А ей всего ребенку месяц от рождения. Ну вот молимся об этом. И она благодарит и вот слышит. Почему она ко мне? Да молитва ничего не значит. Молитва просто открывает дверь к благодати Божией, достучаться. Бог делает. Ну, по молитвам кого-то. Я молюсь все время. Я молюсь, чтобы над вами воля Божия исполнилась. Я не могу уже имя даже называть-то. Дальше. Я ему отвечаю за это. Зачем? Прочтите Крейцерову Сонату Льва Николаевича Толстого. Житие ФМ и Апостола. Вот, 5 октября. Вот больше ничего не надо. Два, прочтите. Крейцерову Сонату, там моменты, где говорит о рождении, зачем продление рода. А он отвечает, да зачем ему роду-то продляться-то? Это тогда говорил. Прочитайте. Дальше. И Марк 10, 38. Считай. Ну, Иисус сказал им, не знаете, чего просите. Вот ответ один. Не знаете, чего просите. У меня на работе был один там Пальтай. Пальтар Геркарта, фамилия такая интересная. И он подходит ко мне, помолитесь. Зачем? Чтобы сына моего убили. Ужас какой. А в чем дело? У меня два сына было. Один там кран-то вот так вот стоит. Длинный, высокий, высокий там на 5 этажей. И кто-то сказал, вот пройди, постреляй туда и обратно. Я бутылку тебе дам. Он на стройке был. Он пошел. Ну, там ветер дунул, стрела качнулась. И он рухнул и разбился. А второй сын, говорит, каждый день меня бьет, требует водку. Я говорю, а ты жил-то жене верно? Да какой верный? Вот это другое. То есть блудник. И блудник хочет, чтобы были хорошие дети. Не будет. Есть Людмила, плед такая. Она между нами девочками там. А она все все говорит. Послушайте, на нашем форуме это есть. Вот слова, которые патриарх никогда не скажет. Дальше не знаете, чего просите. Не знаете. Премудрость Соломона, 3.12. Жены их несмыслены, и дети их злы. Проклят род их. А куда это дети? Вот какая характеристика детям. Так это дети ангелы. Ангелок, говорит, а рога в потолок. Откуда вы сказали, что они ангелы? Этого нигде не написано. Пустите ко Христу, написано, что дети ангелы. Нет этого. Премудрость Соломона, 4.6. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетелей разврата против родителей при допросе их. Свидетели разврата. А не то, что они там берут какие-то премии на Олимпиадах и прочее. И какая-то ленточками украсит ее. И все. Был рассказ такой в газете, не рассказ, а событие. Стерва, кажется, называется. Стерва. Пятилетнюю девочку изнасиловал один и задушил ее и бросил под эту хворост. А когда его поймали, и он говорит, а зачем они так украсили? Уже сережки у ней были то, другое, как женщина. Ну, он уголовник. Пятилетняя девочка. Задушил и бросил. А если бы она была как надо, рядом с бабой где-то, этого бы не было. И дальше. Иван Готлуки 21-23. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. Ну что, к нам это не подходит? Горе беременным. А не тем, у которых детей. Горе беременным. И даже которые родили питающие сосами. Горе. Почему никто не опровергает? Вы понимаете, Россия на какой версте мировой истории стоит? Что этот год может быть последним для нее в том составе, как есть. Сумели Советский Союз развалить. И Россию дробят по частям. Так в сегодняшнее время нам золотым временем покажется, какую свободу имели. И что друг друга угрызали. Поедали православные. Я им говорю истинное списание. Кто может опровергни? Или это все попы спрятали? Любвисты. Осия 9-14. Дай им, Господи, что ты дашь им? Дай им у трубу не рождающие и сухие сосцы. Вот что. Что за этим стоит? 1 Коринфянам 7-26. По настоящей нужде за лучшее признаю, что лучше, что хорошо человеку оставаться так. Не женатым. Он говорит об этом. Я один, для Бога служу. Женатцы заботятся о жене только угодить. А сроду ей не угодишь. Так же и она. Вот где. Осия 9-13. Выведет детей своих к убийце. К убийцам. Дети вырастут и к убийцам выведет детей их. Тут ИГИЛ, тут что угодно. Террор, террор, террор на каждом шагу. 9-16. Поражен Ефрем. И сох корень их. Не будут приносить они плода. А если и будут рождать, я умерщлю вожделенный плод утробой. Прикиньте их себе. Это все. Там не рождающее, горе. И не убежать никуда. Еще. Лука 23-29. Ибо проходят дни, в которые... Приходят. А, ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны неплодные, и утробы не родившие, и с отцами не питавшие. Блаженны. Да просить о чем? О чем горе или блаженны где? Я повторяю. Каждый день сколько? 20 тысяч ежедневных абортов. В России. 120 миллионов за перестройку убили. И хотим блага? Вот. А он говорит. Селовек этот мне отвечает. Да, Игнатий Тихонович, нужны. Нужно продолжать род человеческий. Да и сами мы очень хотим детей. Род человеческий заботятся, понимаете? Это Лев Толстой в крестер-насанате и говорит об этом. Я маленький рассказ расскажу. Просто страшный. Свадьба. Бракосочетание. В церкви прошло венчание. Ну все по-хорошему. Собрались одни верующие. Неверующих вообще нет. А вера-то такая. Не очень сильно это. И которые женятся-то два брата. Один брат уже женатый. А меньше женятся только. И вот скажу у этих братьев родители. Мать и отец. С той и с другой стороны. По отцу и по матери по 10 детей. По 10. То есть это плодовитые ветви-то. От них может быть много детей-то. И что они решили? Гляжу, он берет два чулка. Синий, красный. И идет. За столом люди сидят. Ну кто за мальчиков? Красный и кладите деньги. А кто за девочку? В чулок. В синий. Я так ахну. Что ж ты делаешь? Разве от чулка зависит рождение-то? Никаких прошел. И конечно кто за мальчиков? Ну тут раскошелить-то. Видите, как интересно придумано. Раз. Я после подошел. Зачем ты это сделал? Ну это так принято. Я видел. Ну и деньги собрали-то. Много дали, кинули-то. Я говорю, да разве можно так? Даже перед Богом. Да разве от чулка зависит-то? И что Бог сделал? По сегодняшний день детей нету. Ни у того, кто собирал. Ни того, для кого собирал. Бог поразил бесплодием обоих. Пишут теперь. Звонят. Ну помолитесь, чтобы дети были. Не могу. Корень Бог перерубил. От чулка зависит. Ну ты знаешь, я могу называть имена и прочее. Это просто уже... Мне близко знакомы эти люди. Близкие. Я там был. Там ни вина, ничего не было. То есть это христианская была свадьба. И вот такой фокус выкинули. Я не знаю, у баптистов может быть такое или нет. У православных может быть. Все. Кто собирал и кому собирал обоих бесплодные. Ничего нету. Ну а прошло-то уже лет 15. Уже проще. Я отвечаю вам. Я помолюсь, чтобы воля Божьей была. Дальше одна пишет мне. Надежда Тишни. Мир вам, Игнатий Тихоныч. Однажды, давно, когда я еще Евангелие не читала, одна верующая мне сказала, что человеку тяжело попасть в Царство Небесное. Подобно верблюду в угольное ухо. Я смутилась. А она потом сказала, что тоже переживала. Но потом ей объяснили, что один из входов в Иерусалим был очень узким. Едва ли верблюды пролазили туда. Называлось оно игольное ухо. Ну правильно, другое игольное ухо верблюдом называлось толстый канат, корабельный канат. И в угольное ушко протянуть. То есть два варианта дается где-то. Ну и что? Тут говорится о богатых. Богатые. Это верблюды у верблюда горбы. И с горбами он не может... Узкий проход такой был. Вот и все. Она сказала, что не все сказала. Не просто верующим, но и верующим вообще трудно спастись. Так ли это? Если сказать честно, я хочу вас попросить, или даже умоляю, чтобы ваш караван шел к Иерусалиму и не останавливался, и не обращал внимания на хулу всякую, на вас. То есть я бы не должен обращать внимания на хулу. Видите, как забота. Она заботится обо мне. Ну я могу сказать, мы каждое утро читаем псалмы. И вот сегодня читали 68-й псалом. И вот прочитайте, я маленечко откину его. 68-й. Почему о врагах своих непрерывно Давид молится? Самая читаемая в мире книга – это псалтырь. Не Евангелие. Псалтырь. Самая читаемая в мире книга. Притом 3600 лет. Это вообще. 3600 лет – Бесселлер. Самый лучший. И он непрерывно о врагах говорит. Непрерывно. Тону, погибаю. Враги с крежащими зубами. Лютой ненавистью и прочее. Зачем он говорит? Потому что это его боль. И он в каждом псалме почти призывает людей, чтобы обратили внимание на врагов. Платочек где? Вот платочком вытираетесь. Дальше. В каждом ролике одно и то же. Вы постоянно говорите РПЦ и тому подобное. Все это уже известно. Не надо постоянно об этом говорить. А то получится, что вы провоцируете, упрашиваете гонение на себя. Ну как не говорить. Я объясняю на этом деле. Дитя не плащет, мать не разумеет. Они гонят, новые и новые кадры подтаскивают. Почему говорят сегодня о терроре? Ну давайте вот. Ленинград оккупировали фашисты. Не говорите о блокаде. Ну один раз сказали, и все. Каждый день блокада. Каждый день предупреждает, по какой стороне улицы ходить. Каждый день. Идет война. Каждый день о войне только и говорят. Вы понимаете, что вы просите? То есть сатана подходит уже через хороших людей. Как об этом не говорить, когда каждый день они нападают. Вот конференция, там в Почаево теперь отдали разрабатывать. Мои материалы смотрят. Профессоров привлекли по книгам-то. И уже больше года. В разных епархиях, сенсорские отделы. То есть все подняли. Почему? Кто это возвих? Это тут Скоротовский, Дудин, там Самсонов. Это первые, которые раскрутили теперь Лапковщина. Там Петров какой-то. Правильно Сергей Козлов сказал? Демон. Какой-то демон. Вот на днях выходит русский. Ни в фамилии, ничего нету. Там Сергей говорит, я сказал, давай по скайпу поговорим. А его нету. Этому я говорю, давай по скайпу поговорим. Он как поднялся на меня. Видно, что бешеный человек совершенно-то. Говорит вроде по-хорошему. Я вижу не то. Ни в фотографии, ни в фамилии, ничего нету. Ну выйди по скайпу. Хотя я взгляну на тебя. Он сразу в меня только что не обматерил. И все на этом кончилось. Как об этом не говорить-то? Я поднимаю весь народ на это. Посмотрите на что они. Они если бы нападали на меня, что что-то мое. Но я-то говорю о том, что в церкви делается-то. Ну а то, что я говорю, никто не говорит. На основании Слова Божия. Это не доклады Осипова. Нехитро-мудро. Дальше. Очень переживаю, когда к вам просятся одиночки. Мало ли какие у вас там дети. Но и отказывать не нужно резко. Слава Иисусу Христу! Дальше. Игнатий Тихонич, вы мне дороги. То есть это в лагере, чтобы не было, которые одинокие. Я тебя принял в лагерь одинокого. Я предупреждал, с детьми нигде не быть. Не разговаривать. Лишнее. Что только разрешено. Ты посторонний человек здесь. И постепенно, постепенно уже стал где-то отпускать с тобой детей. Там возить камыши и прочее. Так было? Так. Так. У нас устав написан. Дети с посторонними не имеют права разговаривать. Нигде. Посторонние немедленно все в лагерь. Закрылись. А если власти обратной стороной уводить детей через поля по лагам и уводить в другое место? Ну, 44 года я начальник лагеря. Ни одного повреждения, ни одного потерянного ребенка, ни одного отравленного. Это что-то стоит? Дальше. Игнатий Тихонович, вы мне дороги. Я это по любви пишу. Будьте немного кротким, как наш Господь Иисус Христос. Ничего себе. Немного кротким. Да немного нельзя быть. Надо быть только кротким. А у людей понятие, какое кротость. А это понятие насадили попы. Вот ничего нет. Молчи, не видит. Да как? Дом горит, я должен стоять. Да я поэтому и кричу. Я кричу, не могу добежать. Поезд идет, а на линии стоит машина. Я кричу, чем могу, махаю руками. Остановитесь. Поезд. А там человек лежит на рельсах. О чем вы говорите-то? Все горит. Все рушится. И будьте тихо, спокойненьким голосом. Ну, там рушится. Дьявол, я прошу тебя. Извини меня, пожалуйста, дьявол. Ну, выйди из этого человека. Так что ли просят? Сын дьявола, враг всякой правды. Вот слова. Дальше. Так, думаю, лучше будет. Так думаешь, лучше будет. Вот когда вас будут гнать, когда вас каждый день будут преследовать, и не вас только отдела Божия, лучше будет, тогда проверите. Надежда. Остановись. Вы не святой, конечно, я понимаю. У каждого человека, суика, говорится, таракан. Никаких тараканов у меня нет. Если у вас есть тараканы, травите их. У меня не было ни одного таракана. В день, когда я обратился, моя жизнь была изменена настолько, что ни одного дня не было без молитвы, ни в тюрьме, ни в лагерях, нигде не было. Я Богу доверяюсь. Какие тараканы? Вот этот мирской язык. Есть у вас тараканы, заботитесь о них. Моих тараканов не увидите нигде. Я их потравил сразу. За все вам спасибо. Вы уж простите, если я обидела. Можете вот за меня замечание здесь сделать. Спасибо, Христос. Вот я сделал вам замечание. Помолись об этом. Изгони из себя этих тараканов. И заботься о том, чтобы не хвалили тебя со всей стороны. Горе, когда все о вас будут говорить хорошо. Тем более, если я на такой верхотуре стою, город на вершине горы. Дальше. И сегодня, вот я хотел показать, что получается. Вышел один на меня. Посмотрите, как это. Ну, сделай. Видно, не видно будет. Мелкоенько покажу. И дальше наша фотография. Ну, это просто показать. Какой-то профессор. Действительно ли он профессор, я не знаю. Ну, вот я его взял и увеличил. Вот он что пишет. Профессор Дежаву. Вот Дежаву. Ни фотографий, ничего нет. Здравствуйте. По свежим следам смонтировал ролик «Помощь Божьему Человеку». Идея моего видео в сжатой форме 43 минуты рассказать об Игнатии Тихоновиче и его детище. Делим все жизни в православном детском лагере Стани. Кроме краткого очерка об Игнатии Тихоновиче и его подвижничестве за истинную и свет православия. Я также задался целью ознакомить зрителя с полным содержанием пресловутого доклада о лаптющине, в кавычках, на проходивших недавно рождественских чтениях Москвы в 2016 году. Ну, прекрасно все это. Это прекрасно. Решил сделать... Ну, выйди на меня как-то по скайпу поговорим или где-то. Я сразу останавливаюсь. Я не просил, не знаю. Это сегодня утром. В математике есть такой прием, доказательство от противного. Поэтому я так решил. Представляю слово врага Магнатия Тихоновича. Пускай они сами и доказывают свою собственную «неадекватность» в кавычках. Их любимое словечко. Таким образом, почти всю звуковую дорожку после небольшой технической обработки речь выступающей я сделал более отчетливой и гораздо лучше развлечимой. Я предоставил докладчику на рождественских чтениях Анне Владимировне Николаевой, сотруднику Центра религиозных исследований. Хотя, сдается мне, что текст ей «помогли» составить ее старшие товарищи и руководители. Тунин Сергей, священник, больной. К сожалению, на своем канале Ютуба сейчас я лишен возможности разместить данное видео продолжительность более 15 минут. Однако, именно так собираюсь поступить, как только предоставится мне такая возможность. НБ. Как правило, Игнатий Тихонович не жалует гостей, у которых ник вместо обычного имени и фамилии. Так, это остается в силе всегда. Зная об этом, могу сообщить дополнительно следующие обстоятельства. Первое. В интернет пользуюсь двумя псевдонимами. Один предоставлен на Mail.ru. И таким путем я стал уже хорошо узнаваем. Точно так, например, известен писателем Максим Горький. Однако, многие ли знают Алексея Пешкова? Пешкова. Пешкова. Да и многие отцы церкви нам известны лишь по псевдониму. Ярчайший пример святителя Златоуста. Фамилии тогда не было, но его прозвали Златоуста. Это правильно говорит. Дальше. Второе. Мои настоящие распространенные. Так что полных двойников в сети у меня пруд пруди. По такому поводу бывают и шутят. Крик не с берега, пароход перевернется. То есть, крик не тнутся на тот борт и перевернется. Желаю всех благ. Желаю всем благ. Обязательно, чтобы выше на меня по скайпу поговорили. И настоящее фамилия, имя надо поставить. Никаких ников не признаю. Это, ну, просто человека я не знаю, может все это по-хорошему. И дальше. Вот сейчас мы уже начнем. А что за один день было? Вот моя страница. Дальше. Вот посмотрите чуть-чуть. Чтобы дети были. Прочитай вот это. Второзаконие 27 глава 53 и 57 стихи. Видно? Нет, читать можно? Да. Ну, давай. И ты будешь есть плод чрева твоего, плод сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе. Господь дал, а ты будешь их варить, есть, жарить. В осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж изнеженный и живший между вами великой роскоши, безжалостно молком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него. И не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой, во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в ниге роскоши, которая никогда ноги свои не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего и на дочь свою и не даст им последа. Последа, то есть, ну, женщина, когда рожает и послед, который выходит, это будут есть, даже прикоснуться боязно, будут есть и никому не даст, одна будет жарить. Выходящего из среды ног ее и детей, которых она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой, в жилище твоих. и дальше об этом же говорится у пророка Оси, я просто говорю о детях, ну, вот немножко, чтобы понятно было. Дальше, вот это наша страница, страница в моем мире. Я попрошу в эту страницу, если можете, кто-то, заходите, тут слишком много, вот сейчас я показываю, вот, и теперь у нас есть форум, православный форум, отсюда сразу заходите, вот она где. Что у нас за день было? Прочитай вот это. Так, здравствуйте, Игнатий Тихонович, пишет вам автор слов гимна для сайта во Святи Библии и вообще для вашей замечательной деревни Потерявка, Владимир Мачалин. Он хороший, пишет хорошее, я прослушаю, ну, чтобы гимн этот, ну, прочитай. Для Виктора, видимо, ведущего творческого кружка и преподавателя музыки будет несложно исполнить или подобрать музыкально на гитаре, послушав следующий видеофайл по ссылке, там ссылка. Буду рад, если вы будете все дружно его петь возле костра или просто так, по праздникам или случаям. Думаю, должно в итоге хорошо получиться. Очень надеюсь, что вы не выбросите его в корзину. Пусть этот гимн будет одно из моих маленьких вложений в такое вздоровское дело, какое делаете вы. Спасибо вам. Лагерь у нас есть, поет, лагерь есть, поется песнопение, даже два об этом. Лагерь, там степина навозной кучи. На костре, которое поет, у нас есть. И поэтому это не пойдет. Там тем более в самом тексте есть места, которые не библейские слова и не библейские содержания. не пойдет. Не то, что я не уважаю, а я даже обращаюсь, даю свои стихи, которые там поэты есть и музыканты. Я говорю, ну найдите стихотворение, как Светлане Копыловой писали. Посмотрите, мы нуждаемся в этом. Но пока ответа нигде не было. Не пойдет. Стих этот не пойдет. Ольга Зайцева, родники Ивановской области, Россия. Мир вам, благодарю за дружбу. Посмотрела ваши фото и как мне все это родное мое по душе. Как бы я хотел жить такой же жизнью, как у вас там. Я тоже обиваюсь, как ваши женщины. Одеваюсь, как ваши женщины. Платок не снимай никогда. Но на меня все смотрят, как будто я из другого мира пришла. У нас 5 женщин ездим в село на Клирос. Прихожа почти нет и местные не ходят. А храм престольный. Трехпрестольный. Трехпрестольный. До 1770 года. Я сейчас ухаживаю за мамой и братом. Живу у них. Оба инвалиды первой и второй группы. И за внуком первый класс. Надо бегать и сидеть за ним. Если бы не этот крест, то я к вам бы уехал. А если воля Божья, на то будет. Еще уехал. Во-первых, разрешение надо получить. А одному делать тут не еще. Только молодые должны быть с детьми в Потеряевке, которые в речь идет. Ну, благодарю за хорошее письмо. Видеоканал. Вот он как выглядит. Видеоканал. Просто зарядите и вы выйдете. Видеоканал. Более 4 тысяч роликов наших. Видеороликов. Ну, вот это видите, как это выходит. А если я сейчас вот сюда ткну, главное, вот главное, и она сразу откроет еще одну страницу, в которой не было видно. Что? Жития святых на каждый день выставляется. Вот она где. Жития святых на каждый день. В 80-м году я закончил насчитывать 12 табов Димитра Ростовского. Вот теперь их обрабатывают иконами, там музыка или что еще. Вот, пожалуйста, как работают. Заходите к нам. Ну, и наше самое большое, может быть, сокровище, это сайт. Православный библейский сайт. Вот здесь ответы я даю. Вот. Сколько ответов. По папкам. Ну, что деньги. Вот я ткнул деньги. Все, вот они идут. Какой том, какая страница. Вот это, допустим, касается тебя. Ну, что-нибудь тут. Я ткнул его. Теперь ответ дается. Ответы очень большие. Иногда десяток страниц идет. Вот видите, как отвечаем о бездетности. Сколько мест было открыто. Дальше. Ну, посмотрите здесь. Ткнуть, если на видеоканал, перейти на наш православный форум. Форум огромный. 1587. Там видео и все. Ну, и дальше. Вот это вот вчера пытались мы расшифровать, так и не смог. Все сделали, запустили. Отработала система, но ничего не открылось. Виктор Кашев, 40 лет. Санкт-Петербург, Россия. Не женат. Слава Богу за все. Через молитву, благодарение за вас. С огромным удовольствием и нетерпением смотрю, читаю и слушаю все, что Господь соделал через вас. Хочу быть в вашей команде. Ну, давайте. Я не знаю, в чем вы можете быть в нашей команде, но... Золотая иллюзия. Понятие. Ни фамилии, ни золотая иллюзия. Иллюзия и золотая. Вот понимаете, что? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему человек падает в обморок в храме и постоянно зевает каждую секунду? Говорят, одна из причин это зло выходит. Так ли это? Спасибо. Да нет, конечно. Так просто это иллюзия у вас. Нина, Нина. Здравствуйте. А можно как-то приехать в вашу общину? Что для этого нужно? Не ездить. Больше для этого ничего не нужно. Зачем ехать? Во-первых, не найдете. Дальше вы погибнете, если зимой поедете. Смерть стопроцентная. Если приедете в полость, останавливается в 12 ночи и ни одного здания нету, степь, даже не знаете, куда идти. Сугроб, это стопроцентная смерть. Не ездить, не ездить. Летом даем разрешение, из Барнаула заберем людей и тогда можно будет привезти или на своей машине. Даем маршрутку. Кому? Дальше. Так, ответ золотой иллюзии. Быть многом. Или болен, или устал. Нужно обратиться там к священнику, рассказать ему свою беду. Перед богослужением нужно хорошо выспаться. Не играть ли вы в компьютерные игры? Бросить это злое дело. Ну и дальше тут отмечают. А чем тут? Это Нине, здравствуйте. Как можно потерять? Потеряйте. Ну, это показать. Дальше. Петр Салов. Вот сколько нам пишут? Понимаете, людей интересует. Играет на... Дальше что? Непонятно насчет мощей. Ведь еще в древней церкви в катакомбах служили литургии на саркофагах мучеников. Отсюда и традиция вшивать в антиминс частицы мощей. Ничего себе. На саркофагах? А теперь, значит, их надо вытаскивать, резать, вшивать отдельно. Ну, с чем сравнивать-то? Мощи были, да? Мощи, как Лукьян, говорит, лежал закованный в окове. Говорит, кладите на грудь чашу и прочее. Вот вам престол. Сам себя престолом назвал. Да сегодня с ума бы сошли. Да кто ты такой? Лукьян, считайте его жития. Умирает от страха. Нигде этого не было частицы мощей. Не было. Все мощи нужно все изъять и похоронить с честью в самом святом месте. С патриаршем присутствием, с хадильным пением ангелов привлеченные. Это дальше. Без антиминса не может совершаться Евхаристия. Поясните, пожалуйста. Ну, это не может так. Мы это придерживаемся. Но это все выдумка была без Евхаристии. Без Христа она не может совершаться. Без Духа Святого. Без истинного рукоположения от апостольских времен. Седьмое правило Седьмого Вселенского Собора. Всего радиащи, которые честные храмы священы без святых мощей мученических определяем. Святых мощей надо, чтобы они были святые. Мученических. Нечасти мощей. Все нарушено. Это вы нарушаете. То есть его убили, его теперь достали как-то мученика и мощи эти похоронили под храмом. Все стоит на месте. Правильно. Почитание. Ну не написано, что расчленять его. Резать, дробить. Да нанотехнологии дошли, как Кураев говорит. Да будет совершено в них положение мощей с обычной молитвою. Аж и же отныне обрячется некий епископ, освящающий храм без святых мощей, да будет извержен эко приступившие церковные предания. Ни одного храма сегодня нет, который было бы, чтобы были мощи. Ни части мощей не выдумывайте. Ни одного храма не осветили. Мучеников-то нет. От них отреклась патриархия. Их и не ищет никто. В Бутово были. А кто они святые? Какие мощи? Страшный слушатель слышал. Когда разобрались одни мощи, оказалась мощь чеченца, мусульманина, убийцы. Да еще 10 тысяч антиминцев хрущев изъял, продержали, когда потом отдал. Что они заложили туда? Считают, что мощи Ленина заложили. Я же прочитал, это ужас сделал. Дальше. Майя Пискарева, раба Божья Мария. Я у вас увидел заметку о дятловцах. А что вы думаете по поводу снов о дятловцах? Сны. Не смотрю сны. Я отвечаю словами Исаака Ньютона. Гипотез не священяет сон. Сон, смотрите. Сатана убил их. Бесы. Они решили понадобиваться эта гора. И бесы убили. Их разорвали изнутри. Выдавили глаза и прочее. Бесы. И когда страшилища эти явились, то ясно дело на них напал нечеловеческий страх. Они рванули палатку, бежали и ничего не помните. А то их убили, как убийство. Чего ради бы девять комсомольцев они убивали? Глупости всякие. А перед этим видели НЛО, это дьявол. И там в эту ночь, говорит, который шаман там бесновался, буквально кричал в селе. По мощам ответ. Да. Мощи мучеников они любые. Притом целые тела. Недробление и фаршировка. Нарушения идут с чьей стороны. Не с моей. Я храмы не открываю. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я из мусульманской семьи. С детства чувствовала ложь мира сего. В 2002 году была крещена. Хочется быть верной Богу во всем. Но так трудно, когда домашний не очень этого желает. Можно ли мне говорить об этом мужу? Мы ссоримся по этому поводу. Не в прелести ли я? Спаси Господи за предыдущие. Еще ничего не знаю, это уже прелесть. Это главный жупел. Прелесть и гордыня. Гордыня и прелесть. Сопрели в этом. Нигде больше прелести нету, как в священнической среде. На каждом шагу. Святой Отец, Святой Отец, благослови, благослови, он еще не знает. Совершенно не знает. Писание вообще в руки не берет. Каноны поверженные. Недостойных причащаться допускают. Серафим Царовский молится. Настольная книга священнослужителей, 3 том, 601 страница. Как будто ни одного спасенного нет. Бог говорит, не пощажу и не помилую. Господи, за что это Серафим вопьет? За то, что вымыслами человеческими заменили истину Божью. Это 118 псалом, 113 стих. Дальше. Тавифа. Здравствуйте, Тихоныч. Я из мусульманской семьи. Не в прелести ли я? Ответ. Святая Библия вообще не знает такого слова прелесть. Почему? Разве ее не было? Но оно возникло и укоренилось тогда, когда появилось монашество, оторванное от жизни. И им нужно было это слово, чтобы им лупить один другого. Что бы ни случилось, ни согласных с ними, нужно было доказать, что хотя это и было, но оно не от Бога. А вот и меня это непременно от Бога. А у противника прелесть. Понимаете, вот считаем, Петр Афонский был в плену, молился, молился, и его будто явился, это он как уже рассказывает, явился Георгий Победоносец и вывел его из плена. И он ушел в пустыню, в горах жил. Не в пустыне, а в пустынном месте, в горах. И вот является ему видением, он не может понять, от Бога или не от Бога. И говорит, ангел пришел, ну ты сидишь один, молодой здоровый парень, ну что ты здесь делаешь, корешки собираешь-то? Ну выйди, иди, домашние-то все неверующие. Ну расскажи им о Христе. От Бога или не от Бога? Ну понимаешь, ты талант зарыл, ну тебе Бог дал веру, ты столько испытал, ну расскажи людям, чтобы правильно жили-то. От Бога или не от Бога? Ну слова все евангельские, все по месту. А ты знаешь, сколько людей в мире не верят, а ты такой талантливый, Бог дал тебе. Иди. От Бога, не от Бога? А наконец ему является. Кто-то ей говорит, не от Бога, главное сиди здесь, усыпись за землю. Это ведение от Бога. То есть перевернулось все в сознании людей. Слова, которые от Духа Святого стали считаться противными. Одна спрашивает и говорит, а что такое Егова? Я думаю, что это страшно сказать. И сказал они чистой силе, главное, вот как довели людей. Имя Божие стали приписывать уже сатане. Один раз в неканонической книге это слово все же промелькнуло. Серахов 10 глава 5 стих. Не засматривайся на девицу, чтобы не соблазниться прелестями ее. Ну какие прелести? Грудь. Грудь и чтобы она вся была хорошая. Со всеми прелестями. В чем мужчина прещается-то? Мужчина первым делом смотрит на заднюю часть, потом повыше. То есть что говорит? От прелести ее? Смотря на какая. Поэтому она всегда стоит ногу отквасит, чтобы там изогнулось и маленько что-то видно было, что у нее есть. Стенку упрет или где. И это упоминание о прелести как раз прорывает от ног и выше. И все по мышлению, борьбу и видению иного пола или своего. Ну то есть мужеложество. Потом это применялось на иные сферы, перекинуто на сатану. Что это от него? Вы делайте свое дело по Святой Библии и трудитесь. Не морожите себе голову монашескими измышлениями. О, это такой ответ разве уйдет православных? Да тут еще один доклад сделать на рождественских чтениях. Игнатий Тихоныч слышал вашу беседу о Чаплане, что он сделал порядка 40 кляус в одном видео. Могли бы вы запустить на мониторе это видео и сделать видеозапись, когда нужно останавливая его запись и комментирую? Я бы это сделал. Как бы ответить Чаплину, такое видео сейчас актуально и многим интересна ваша позиция, так как вы говорите без лукавства. Такое видео, конечно, повысит известность вашего сайта и форума, так как оно было бы вовремя. Я... Я... А дорого яичка ко Христову дню. И если у вас будут сомнения, а нужно ли, вспомните, что вы не хотели и о Центре и Кураеве запись сделать, но эта запись дала такие плоды, что ни одно видео столько не сделало. Посещаемость везде выросла. То есть, видите, меня нужно уговаривать. Уговаривали, уговаривали сняться в кинофильме. Я фактически в четырех фильмах был. Наконец, я согласился. Фильм сняли, занял первое место на международном киноконкурсе. Опять уговаривали, уговаривали. Еще фильм один. Еще сняли Златоуст из Потеряевки. Первое место в России, в российском кинематографе, документальные фильмы о православии. А эти-то, которые вокруг меня Машкарата, ну, у них ничего нет. Понимаете, нет ничего. Так, ответ по ролику о чаплении. Да. Я говорил не о клязах, а о неточностях, о которых есть ложь. И если я озвучу, это у меня потребует тут же дальнейшего пояснения. Но у меня правило. В дискуссии в споры не уступать. Спорит тот, кто ничего не знает. Заметьте, спорит, кто ничего не знает. Я никогда не спорю. А знающие возвещают истину. Я бы сказал, привел факты, подтвердил местами из Святой Библии и канонов церкви. Но для чапленов всего, да, этого будет недостаточно. Ну, тогда бы еще было на месте. Я не отвечаю. И тогда уже все будут думать, что победа там, где ее и быть никогда не может. Мне же непосещаемость нужна на нашем форуме, а чтобы знали существование его. Матфея 22 глава и вот моя миссия. Вот моя миссия. Прочитайте 22 главу Матфея. Вот посещаемость какой-то заголовок сделают такое. Взорвали интернет. Идут голые женщины, взорвали. Посещаемость 4 миллиона. Есть даже миллиард. Какая-то корейская песенка. Больше миллиарда посещаемость. И что? Да ничего нету. Нигде нету. У меня 300 человек приходят, но они постоянно 300 человек питаются на форуме. Это на форуме. По этому поводу отдельно я еще не молился, как должно. Мне нужно подтверждение в совести, что не причинил вред тому же Чаплину. Вот так. Сказать в более розовом цвете вряд ли это удастся, потому что речь будет идти не вообще только о данном выступлении Чаплина, а и о том, что он упоминает даже вскользь, и оно не соответствует действительности. И того я хотел бы коснуться. Просмотрел еще раз, прослушал с записью весь монолог Чаплина. Получилось, что мне придется останавливать его 102 раза, а не 40 раз. Понятно. А его один доклад, вот как я вижу, где необходимо пояснение. Ну и кто это будет слушать потом? Люди же привыкли слушать от сил минут 10, и уже у них проявляется начинает непредрасположенность к инсульту отцовскому. Понятно как. Понятно. Вот вдумайтесь, что я говорю. Игнатий Тихонович, есть еще местописание, призывающее нас на пропасть, кроме этого? Есть еще местописание? Всюду и везде. Но главное для всех, которые мирянят, это Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. Все рассеившиеся благовествовали. Это что тут такое? Я говорил не о кляусах, а о точных. Тут что-то тоже я отвечаю. Это не представь в одноклассниках. Михаил Агарков. Да врагой брат Владимир, хочу через тебя задать вопрос уважаемому мною как проповеднику Божией истинной Игнатию Лапкину. Я только 15 лет вере. Были и падения, и разочарования в священниках. В последнее время нет желания ходить в храм, видя там неискренность со стороны Иерея по отношению к службе как к работе, без благоговения. Поэтому и сам стою там, как истукан. Не могу настроить себя на молитву. Чуть ли не сразу начинать болеть ноги. Хочется сесть. Я знаю, что без церкви нет спасения. Как себя переломить и быть правильно в церкви, зная, что от Иереи в помощи духовной никакой. Потому что, говорит, должно дело другое. Я свой опыт передаю. Вот один пишет. А вот у меня такое было, а потом я там разочаровался, и вот такое, я не верю. У меня не было этого, у меня опыта нет этого. Я однажды уверовал, и у меня как будто один день прошел, а это 53 года. У меня не было, чтобы вот у меня какая-то апатия, у меня не было. И все удивляются. 77-й год заканчивается у меня, и столько энергии в человеке. Не знаю. Просто я живу открыто. Как говорят, вот надо в диете, то другое. У меня в диете, чтобы было полезно и дешевизна почти бесплатно. Как мама говорила, что душа желает, то и ешь. То есть соблюдать посты. Посты не евангельского устроения. Их нет в Евангелии. Но теперь я их исполняю. Исполняю я, а мне они не нужны. Ой, не нужны. Особенно Петров пост. Дети приезжают в течение месяца и сливки, и все есть, а дать не могу. Как он мне этот пост мешает? Но я православный, как говорят, без дураков. Теперь я у Бога прошу, Господь, дай мне любовь к этим постам. Я исполняю, не нарушаю, ни в тюрьме, ни в больнице, нигде не нарушал, ни в армии, не нарушал поста. Но мне нужно, чтобы я делал это с любовью. И я выпросил это у Бога. Выпросил. Вот мне сделали операцию, вот позвоночник. Три позвонка с грыжами. Позвоночник. Теперь одну грыжу вырезали, я вот так только могу кланяться. И людям говорю, я не могу, ну, докладиться так, перекреститься, как должно, и поклониться, чтобы рука могла... Я давил, и, наконец, хрустнуло что-то, я сейчас кланяюсь, полный погружен. Вот, пожалуйста, вот как могу даже. И нога не согнута. Почему? Пожелание. Года три я не мог никак. Дальше. Так, Евгений Магер. Здравствуйте, уважаемый Игнатий Тихонович. Пишет вам жена Евгения Валентина. Ну, ладно, тут что-то прочитайте. Это многовато, я уже не могу. Просто посмотрите. И дальше. Что нужно? Михаил, через... Другой брат Владимир, хочу через тебя задать вопрос о тебе, уважаемый. Так. Ему ответ. И все же нужно чаще ходить в храм, на богослужение, и подходить под благословение. Если священники несмертные грехи, за остальным не следует устраивать расследование. Вы сами за себя будете отвечать. И если есть возможность, то чаще читайте Святую Библию. Не причащайтесь, а Библию читайте. И еще чаще Евангелие. Советесь в свою, не мучайте зря и бесплодно. Нужен труд над собой. Это поле, заросшее сорняками, может быть в добрый путь. Вот два места, вместо Еремея, что говорит? Третья Ездра. Ну, это прочитай. Еремея 4.3. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима. Распашите себе новые нивы и изнесите между тернами. Ну, догадайтесь, о чем речь идет. Третья Ездра, 1678. Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззаконними своими. Это поле, которое заросло кустарником, через которое путь покрыт тернам, так что человек проходить не может. Оно оставляется и обрекается огню на истребление. Это сегодня православная церковь. Вот это вот патриархийное состояние. Почти везде одинаково. Один терноник растет. Ничего себе не спрашивают. Лишь бы ты как пришел. Двери открыты, туда-сюда шатаются. Дальше. О чем-то тут? О молитве за умерших что-то было. Вот это сфотографируй, а дальше маленький ответ. Считай. Для оправдания молитвы за умерших, что будет очень положительный результат, от того в Святой Библии нет никаких утверждений. Но мы молимся, да не прекратится наша любовь. Но ничего определенного сказать о результативности нашей молитвы сказать нельзя. Мы не католики. Так все расписано до сантиметра и до градуса. Но не убивайте себя печалью излишней. Этим вы никому не поможете. А только себе повредите. Значит, Сырахов 39, 23. С Сырахов, посмотрите. С несупокоением умершего успокой и память о нем, и утечься о нем по исходе души его. И дальше. Ничего больше не можете не заказывать. Просто творите милость в него имя Иисуса Христа, распятого за наши грехи. Значит, вот какие места, я говорю, не откровения. Вот какой мой ответ. Мои ответы по Библии. Жанна Владимировна Бечевская. Бечевская зашла тут. Что она тут пишет? Здравствуйте. Хочу первым делом поздравить вас со всеми прошедшими праздниками и пожелать любви, сердечной, добра, гармонии и крепкого сибирского здоровья. Спасибо вам за поддержку, за любовь к моим песням, надеюсь на наше самое активное участие в моей жизни, посредством вашего внимания к моей деятельности, как артистки-певицы, которые я делаю в социальной сети ВКонтакте. Также прошу соборно помолиться обо мне Робе Божьей Жанне, в крещении Анны, супруге моем Геннадии и в восстановлении мира со спокойствием на Украине. Ну вот я где-то отвечу, тут будет ответ. Сергей Печков. Дальше. Спасибо Господи, вы в храм ходите, исповедуетесь, причащаетесь? Ходим, исповедуемся, причащаемся, и все это видно. Я причащаюсь, потеряю в Киеве, меня причащает митрополит Сергий Московской патриархии. Митрополит. Дальше. Вот теперь идем уже на это. Что тут еще? Вы причащаетесь? Да, да, да. То есть три вопроса, три ответа. Наталья Камирная. Здравствуйте, отец Игнатий. Что-то вашу страницу часто блокирует. Я живу на Украине. Вы знаете, что у нас происходит? Можно спросить ваше мнение по этому поводу? Можно. А блокирует почему? Такой священник есть, а может быть лже-священник, я не знаю, не могу сказать, не встречался. Дудин Сергей. Он там меняет все это. Измена, трус, если обман, он покрыт этим панцирем. Ему не нравится что-то. А у меня 1300 человек в контакте. И он своим кому-то говорит, нажмите одновременно там. Он нажимает, меня заблокировали. Только разблокировали через неделю. Он опять нажимает, заблокировали. То есть такой подлянки я нигде не встречал. Я веду занятия 17 лет только в одном университете техническом. 21 тысяча студентов. Там, кажется, из 15-18 стран только учатся студенты. Очень известный Сибирский университет. Приходит проректор Семкин на занятиях. Я там веду занятия. Неприятное известие. Говорит, у вас из вашей патриархии пришли документ принести, чтобы мы вам отказали в аренде помещения. У меня свободное слово. А как так? Да зачем, говорит, они это делают? У нас свободная аудитория. А кто привез? Гончаров Сергей Михайлович секретарем у них был. Потом его не будет. Там по престе или что-то по связям где-то. А ректор изорвал эту бумагу и выбросил. И они узнали такое отношение. А тут статья обо мне. В краевой газете очень хорошая. Все замолкли. А до этого выгоняли даже два раза. Занятия на крысе университета вел. Я в пяти университетах вел занятия-то. То есть, они такую подлость делают. Измена, трусость и обман. Они покрытым. Я им мешаю. Они гоняются за мной всю жизнь. Но они не успевают. Они бьют по пустому месту. Вот когда Катюша где-то бьет, и она только ударилась, и сразу уходит на другое место. Они... Я веду занятия в тринадцати школах. Они узнают... Три радиопрограммы регулярно ведут. Три радиопрограммы. Одна... Две онлайн. Одна часовая. Прямым эфиром. Отвечая на вопросы. По эфирному времени я был на первом месте в Алтайском крае. Это что-то говорит или нет? Телевидение, радио. А-то какие деньги? Лапкин надохнул. Он же закупил всю прессу. Ни рубля не платил нигде. То есть, они мыслят по-своему. А кто это говорил? Ну, отец Николай Бурдин. Когда трезвый бывал, такие слова репил. У меня был дома. Но теперь Игнатий скажет, такой толстый поп был. А чем ты тебя это? И епископ ко мне заходил, у меня обедал. Антоний Масельнич. Вот таким идет. А второй этаж. Я остановился и говорю, Владыка, зачем вам это? Переходите у меня. Я через месяц расправлюсь с этой пузенью-то вам где-то. И он решил другим способом что-то делать. 41 год умер. Все кончилось. Вот, Надежда Васильевна, я чуть не забыл сказать, как-то иди сюда. Ко мне, подойди. Вот она сидит рядом. Она за стенкой живет. Это моя жена и подруга. Повернись. Ой, вот. Ой, руку не могу повернуть, как один напал на меня вчера. И говорит, кто тебя трогал-то? Никто тебе руки не выкручивал. В 80-м году, да, но в 61-м меня выкручивали. И по сегодняшний день я не знаю, как руку повернуть. Из органов. Органы назывались на три буквы. КГБ. Я называл комарилия гнусных безбожников. Надежда Васильевна взяла девочку одну сейчас, маленькую. Сколько ей время? 2,4. Ну, и при которой дядя за ней ухаживает, за девочкой, Володя, это даже ролик выставлял. Я против. Я говорю, понимаешь, нет, она сама болеет, невнимательная, горячую пищу ставит на столе, там где-то опрокинет воду, топит печку накаленную, она обожгется, и у ней будет такая щека, и всю жизнь на это проклинать будет. Нет? Нет? И вот она каждое утро надежда Васильевна, наши братья, выходим, когда утром во двор, звонят, и она приходит молиться. Девочку привели, все, вчера не было. Почему вчера ты не была на молитве утром? А встаем в 4,40. Слово сказать, я встаю на полтора часа раньше, чтобы разбазарить почту. Ты вчера не была, почему? Я тоже раньше встаю. Вчера, почему не была на молитве? Потому что девчушка проснулась, и мы молились вместе с ней, она стоит на коленочках, и я молилась. Ты даже за день вчера не оповестила, сегодня почему на молитву не пришла? Ну, то же самое, только здесь я не на молитву стала, что я про это и говорил. Все, больше ничего не надо. Если домашней молитвы утрея нету, домашней церкви нету, я тебе сказал, вот, ребята, встану на молитву Агенна Надежда Васильевна нету. Так, уже встали, сегодня. Так, быстренько идите к ней, она через стенку вознесет. Идите, без нее не возвращайтесь. С девочкой сюда как угодно тащите. Они быстренько оделись и побежали. Они у меня послушные ребята, это Володя и Никита. Володя, покажи себя, что ты именно есть, а не тебя увидеть, нет? Ну, рядом, плотною. Ну, они прошли, долго не было, еще не так долго были. Собиралась или что? Ну, да. Ну, да. Я тебе сказал, утром девочка должна быть здесь, тогда пусть у меня на койке лежит. Ты должна быть на молитве, остальное ты сама выбирай. На молитве должна быть. О, Игнатий, тиран такой, меня не интересует ваше мнение. Меня интересует, ее за нее буду отвечать перед Богом. Должна быть на молитве. Так она вот, девочка, не спала там, днем не давай спать. И она будет как убитая лежать. У меня в лагере утром поднимать приходится, раньше времени никто не просыпается. Встаем в пять утра в лагере в детском. Пять утра, найдите такой детский лагерь. Все. Ты поняла это? Если не так, значит, звоните сейчас начальнику, это дяди, которые, ну, там они не такие родители, это ее дети, ее сестры. Все от заключенных, там, нажитое, такой, корень-то нехороший. И ты упала, она шею свернула, мать, якобы. Как правило, это мужья лупят, когда говорят там, это я упала, говори, я упала. Я сказал, где девочку отдать назад? Отдать назад. Если еще один раз, ты опоздаешь. Сразу звони, и на этом конец. Все, садись. Мы маленько еще посмотрим. Дальше. Наталья Камерная. Вот, это было. Руслан Куценко. Спасибо, Игнатий Тихонович. Позвольте спросить, касательно меня лично. Я был крещен до раннего детства, в это время, 1992 году. Моя мама, будучи сама не крещена, теперь уже крещена, крестила меня в Казахстане. У меня сохранилось фото моего крещения. На этой фотографии видно, что я полностью обнаженный стою в купеле. Меня держит моя крестна, и священник возливает своей рукой на мою голову воду, которую он берет из купели. Я готовлюсь, хочу стать православным священником, уже закончил духовную семинарию. Мне очень важно знать, является ли мое вышеописуемое крещение действительным. Спасибо Господи, жду вашего ответа. Обман, обман. Поэтому найдите священников, поезжайте на Афон, где крестят. Воин ясенецкий не признавал это мочение, ни за что. Это нет перекрещивания, это обман. 50-е апостольское правило, что крещение должно быть полным. У меня материал, вот зайдите, я покажу, где, вот он материал, во свете Библии. И вот здесь есть к крестному православию. Вот я его наткнул, сейчас смотрите, вот, видно, нет, я открыл. Крестному православию. А где здесь это крещение? Нет. О покаянии. Крестному крещению. Вот. Вот она, крестному крещению. Открылась тема. 136 свидетельств привожу. Крестительство в полное погружение. Григорий Богослов, Ориген, Иоанн Златоуст, Амросий Медиаланский, Августин, Блаженный Феодорит, Дионисий Ариапагит, Иринея Леонский, другие отцы Вселенской Церкви. Только в полное погружение. Попы разбойничают, нет, это окатоличивание. Все сектанты крестят в полное погружение, хотя опрокидывают, а надо с таймябать, опрокидывать это положение вокруг. 136. А они ничего нету. Песком. Песком. А зачем песком-то? Когда есть вода. Песочная, я называю. Слюнями можно. Я называю их слюнтяя песочная. Об этом Василий Великий говорит. Григорий Незянзин, Симеон Солунский. Я привожу это все. Посмотрите, Ситой Кирилл Руссалинский. Что он в полное. Вот просто посмотрите. Основное лжекрещение. Лжекрещение. Кирилл Руссалинский говорит об этом. Что он говорит? В погружении, вот считай. В Шрим 6.4. В погружении, как в ночи, ничего не видно, а при возникновении из воды снова как бы стали пребывать в воде. То есть, выныривает когда. Так ли делают? Ничего нету. Ничего совершенно нет. Вот о Цицеркви, я говорю, где каноны говорят, епископское, апостольское правило, 49-50. Даже в одно погружение его надо извергать, папа, а тут ни одного нету. И вот дальше. Кто это говорит об этом? Тертулиан об этом говорит, скажет он и святой отец. Ну, о святом духе, вот кто еще говорит, богословские труды, московская патриархия, такой-то год, о святом духе. Что говорят? О полном погружении. О полном погружении. Климент Александрийский, Педальон, какие-то мне, Григорий Низкий. Все о полном погружении говорят. Вот посмотрите, сколько материалов. Соглавый собор. Вот. Это я только показываю, какой материал. Потом посмотрите. Показать, какой огромный материал. У попов ничего нету, кроме безумия. Полного безумия. Даже патриарх держит ребенка, вот так вот одетого. Извергать из сана и патриарха. А Алфеев так крестит этого. Извергать из сана. Другого-то нет. Это не мое правило. Извергать. И все наладится. А так ничего не будет. Это шалман. Какие соборы. Вот смотрите, сколько. Дьякон Филипп сошли в воду. Об этом что говорится. И патриарх Алексей Второй говорит об этом. Вот он пишет. Просчитай. Больше всего поступают жалоб и прошений о приведении в каноническое соответствие совершения православных таинств и треб. В первую очередь это крещение. Это патриарх говорит Алексей Второй Ридигер. Совершаемое порой обливанием одной только головы окрещаемого вместо полного погружения. Ну скажите этому, который буйствует там с больным мозгом. Дудин Сергей. А вот это омовение. Одно слово по-гречески по словарю увидел. Какие тебе словари-то? Когда патриарх ваш говорит, ну а тут еще он закроет. Почему? Трусость и корысть. Главное болезнь. Корысть и трусость. И дальше патриарх говорит. В некоторых храмах сооружены баптистерии для крещения детей и взрослых. Но ряд храмов с этим не торопятся. Считай, что не следует в таких храмах крестить взрослых. А для катехизации направить их в тот храм, где есть баптистерия. Ничего себе. Да не будет этого. Ну почему в каждом храме не сделать? Священник. Звященнослужитель во всем должен быть примером для своей паства. Вот так. И дальше. Я уверен, что кто пришел в церковь не ради прибытка, а ради служения Богу останется. Многим же мы потеряли. Как уже теряем мы сейчас. Где это известно? Официальная хроника Московской Патриархии 1993 года, номер 2, страница 18, а также номер 1-3, 1994 года, страница 34-38. Из речи на Московском депархиальном собрании. Понятно, я убираю это дело. Сами дальше найдете. Показывайте. Вот теперь еще немножечко вот это. Так, некрещеный, нужно креститься. Некрещеный поп. Посчитайте, так и называется. Некрещеный поп у Лескова Николая Семеновича. Рассказ. Вот. Фазер Джозеф. Отец Иосиф. Да. Вот. Христос между нас, я священник пакистановский. Вот он пишет. Пожалуйста, прошу молитв о мне грешном. А вот, да. За меня грешно. Мне нужно ваше руководство, так как у вас большой миссионерский опыт. Я новичок. Из Пакистана спрашивают. Я новичок православной веры, и у меня много тяжелой работы и преподавания. Прошу вас направить мне помощь. Да. И чтобы я мог расти с каждым днем, повысить свои знания. Я недостойный священника работы в Пакистане. Путь, свет воскресшего Господа светит на вас и просветит путь во все дни вашей жизни. Воскресенье занято было для божественной литургии, и это невозможно для меня, чтобы поговорить с вами в скайпе. Пожалуйста, если можно, дай другой день для разговора по скайпу. Я буду очень благодарен за этот акт доброты. Я знаю, что вы очень заняты в нашей жизни. А местные священники заедают. Это все от Бога. Дальше. Наталья Камерная, здравствуйте. Ваша страница что-то часто блокирует. Ну вот я отвечаю. Знаем, видим эти видеоролики. Крещение по канонам. По канонам. Должен быть полный. Вот откуда, смотрите где. Вот посмотрите. В теме крещения. И что дальше есть. И еще. Это ответ отцу, Лесиф. Ну я отвечаю. Я в начале стал читать ваше письмо по-английски. Когда дочитал до конца, только тогда увидел ваш перевод. Когда-то я сдал по-английски. Но уже 52 года оставил его и почти все забыл. Когда же мы будем говорить без переводчика на русский? Как же мы будем говорить без переводчика на русский или на английский? Если устроиться это, мне же не найти тут на английском переводчика. Потому что сижу дома. Тогда вопрос не разрешится. У нас с вашим временем, видимо, разница в 3 часа. У вас время московское? Тогда удобнее всего по-московскому в 5 вечера в понедельник. Вот все договаривались. А тут что? Православная дерева теряемка. Почему так ручки сложены, спрашивают. Вот это не сложены. А у этих сложены. Ну как крест на крест, так и было всегда. Вот я отвечаю. Еще что? Валентий Налевчик, простите, а почему ручки сложены? Я говорю про ответ. Так теплее. Вот так. Ну что-то я так и загнул, не знаю. Ветер, доллар, еще. Суперсекретарь написано. Ну? Барбара Стрейзен. Батюшка, мне нужно написать про признаки канонических и неканонических книг. На всех сайтах все сильно абстрактно и по-разному. Да и сайты не все православные. Посмотрел на ютубе ваши видео и там не нашла нужно. Батюшка, скажите, сколько все же тех и сколько других? А то везде по-разному пишут. Да чтобы это было, ну все на этом. Они говорят, уже час прошел, сигнал дают. Или еще можно маленький. Нет, все. Ну на этом конец. Я еще раз посмотрю, все ли мы это сделали. Заходите на этот наш, на листик этот. Вот. Ну и здесь уже мы сделали. Заходите на наш видеоканал. Ну и дальше я все показал, как будто бы. Во славу Божию. Вот отсчет за один день.